Да, здравствуйте, Вася Панков меня зовут, я TeamLead в точке, и TeamLead вот какого интересного направления занимаюсь я, ой, да, занимаюсь я MLOps, то есть у нас есть команда DS-ов, которые пилят ML-модельки, а мы сбоку от них, рядом с ними, вместе с ними, мы занимаемся тем, что эти модельки готовим к продакшену, и на продакшен мы их и выкладываем. Чем занимаемся мы вообще вкратце, расскажу вам три направления основных, оцениваем кредитные риски, экспериментируем с ганами, ну и делаем другие модели, утилитарные, полезные для нашего банковского бизнеса, например, оцениваем эффективность рекламы и еще мы можем, например, качество документов оценивать на входных этапах онбординга наших клиентов. Что такое вообще ML-модель с точки зрения девопсера, ой, ML-опсера, извините, ML-модель представляет собой конвейер, он же pipeline обработки данных. На входе есть некие входные данные, дальше происходит процессинг, обработка данных и затем получаем некий результат. Здесь мы рассматриваем конвейер расчета кредитного риска, который отдает одну единственную цифру, это вероятность дефолта заемщика. Любой конвейер можно разделить на стадии, так или иначе. Сначала данные нужно, исходные, получить самый левый блок, затем нужно подсобрать данные для того, чтобы ML-модель могла выполниться и, например, сделать предсказание. Затем нужно рассчитать признаки, они же фичи, вот в сиреневой блоке, и подать это все на вход ML-модельки, чтобы она выполнила свою магию и отдала нам результат. Казалось бы, все понятно. Здесь каждый блок это некий процессор, пишем питаньячую функцию для него, выполняем по очереди, кое-что записываем в переменные, кое-что подаем на вход, но есть некоторые нюансы. При написании конвейеров, особенно если команда формируется, особенно если нету ML Ops или ML Ops включается в игру чуть позже, возникает ряд вопросов, ряд сложностей. А также это происходит во время притирки разработчиков и DS-ов регулярно, с завидным постоянством. Какие сложности? В каком стиле писать процессоры, элементы конвейера ML, то есть функции, классы, как это вообще дробить на модуле, как дробить на пакеты? Такие вопросы возникают. Следом приходит QA-лит, QA-инженер и спрашивает, как это все тестировать. На самом деле вопросы чуть раньше начинаются на этапе модульного тестирования кода конвейеров ML-моделей у программистов, у самих же, и у DS-ов. Иногда даже ругань начинается. Потом обязательно кто-нибудь в команде скажет, а почему мы пишем все на синхроне, когда есть Async.io. Ну, самое простое, 200 запросов для получения арбитражей, например, сделать. Задедосить сервис, который арбитражи отдает. Хочется же это сделать, да. И приходится разъяснять себе и другим, что конвейер состоит из 60 процессоров, из них 59 синхронные, они делают математику, и один твой будет на Async.io. И мы тогда берем, делаем на Async.io процессор этот, пишем функцию и прикручиваем где-то event loop, и берем из него данные, как-то там прокачиваем их. Любимая проблема ранних коллективов DS plus ML Ops, это как воспроизводить баги. Например, на проде что-то сломалось, все уже давно убежало, данных для воспроизведения этой штуки нету, откуда их скачать и как это прогнать локально. И постоянно возникает, постоянно чешутся руки распараллеливать конвейеры ML-моделей. Когда конвейеры просты, там все легко, делаешь thread pool executor или process pool executor, туда передаешь, соответственно, функции понятным образом и выполняешь их. А если конвейер разлапистый, если там есть еще ветвления, о которых мы чуть позже поговорим, то тут уже код становится нечитаемым, он становится нечистым, скажем так. А еще через 50 лет можно узнать, что для ретро-тестов, так нужных DS, уже по результату отработавших на проде моделей, нету данных. И вот в процессе рефлексии над этими вопросами начали постепенно менять подход к взаимодействию DS и разработчиков и переделывать лего-си-код. Кстати, забыл еще про мониторинг и метрики, простите. Надо же снимать с пайплайнов, с конвейеров метрики. Коллега из Авида рассказывала как раз про это. Метрики всегда нужны. Сюда же и логирование, и алерты можно тоже добавить. Начали с важнейшей вещи, подсовещались с DS, начали с того, что решили привнести структуру в код. То есть взяли legacy и не только legacy, посмотрели на это все и начали работать над протоколами. Мы видим конвейер, мы видим, что каждый из его процессоров чего-то делает. Источник данных собирает данные, collect data, признаки рассчитываются, извлекаются, extract features. И ML-модель, она, собственно, делает чего-то. Например, в данном случае она предсказывает вероятность в predict. Вот. Да. Вот на проде это так и происходит обычно. И мы посовещались и решили сделать протоколы для каждого типа этих блоков, для каждого типа процессоров. Data source, он собирает данные, фича, извлекается или там считается просто. ML-модель, соответственно, выполняет prediction. И вот эти протоколы мы закрепили, мы о них договорились. На самом деле вопрос, зачем это делать, когда... Прошу прощения. И затем начали переписывать legacy код постепенно. И также новый код уже писали в таком стиле с соблюдением этих протоколов. Вот здесь видно, что фича финансов, например, вернее, источник данных финансов, да, он собирает финансовую информацию. И еще в чем плюс такого подхода с классами и с реализацией протоколов, то, что мы можем легко накидывать мета-информацию. Можно было функциями обойтись, но их тогда нужно как-то было декорировать, а мы решили вот так вот. Примерно в стиле Django, только там был бы еще класс мета. Вот. И все, и начали писать в таком стиле. А, конечно же, это было делать необязательно. Можно было сделать обобщенную такую штуку, вот здесь для примера, процессор, который бы, например, ну, который, скажем так, а кинетическую энергию бы считал, да, у него на вход подавалась бы масса и скорость, а на выходе там кинетическая энергия. Это просто процессор, который чего-то считает. Вот. И все вот это можно было зачеркнуть и использовать только класс с методом процесс, процессор, или вообще коллабл. Но тут вот что важно, домен, предметная область. То есть, когда смотрим на код, мы сразу узнаем вот эти паттерны. Человеку легче в них ориентироваться, поэтому мы сделали псевдонимы, можно сказать, сделали разные наименования методов. И затем собираем пайплайн, собираем пайплайн, конвейер. Вот, например, это происходит в контексте веб-запроса. То есть, поступил запрос через веб, и, соответственно, нужно отдать какой-то результат. Он выполняет, вот, есть такая функция предикт, куда завернут весь пайплайн. И явный вызов, явное связывание кода вот таким вот образом. Вот. Сначала летели вот так. Так не странно. А что мы получили в итоге? Мы получили то, что за счет договоренностей между различными участниками команды, вот, каждый знал, где что лежит. Data source разложены по полочкам фичи, и ML-модели тоже разложены по полочкам. Договорились о структуре, все пошло веселее в команде. А по тестированию тоже стало проще, потому что, если модули являются модулями, вот, то тогда очень легко писать модульные тесты. То есть, на вход заглушка данных, на выходе утверждение. Вот так вот, например, параметризованный тест. Вот здесь тестируемая фича, и, соответственно, подаем на вход, подаем входные заглушки и ожидаемые выходы. Тесты веселее стали писаться. А что важно, в этот момент нам пришло осознание. Мы договорились с команде, что какой бы разлапистый ни был конвейер, все сторонние эффекты, такие как обращение к базам, должны быть как можно ближе к левой его части. То есть, в data source находятся все сторонние эффекты. Это также упрощает тестирование и осознание всей этой кухни. А потом решили поработать над обработкой ошибок, профилированием и так далее. Что для этого сделали? Напридумывали декораторов всяких, вот они. И обмазали ими, начали обмазывать источники данных, фичи и прочее. Например, вот этот декоратор отвечает за retry, соответственно. Вот этот может ошибку преобразовывать к какому-то стандартному виду. Вот этот выполнять профилирование, трекает время. А декораторы работают, куда-то они должны свою информацию скидывать, для того, чтобы потом этот влог записать или где-то сохранить и проанализировать. Что для этого сделали? Для этого сделали контекст вар. То есть, культура контекст варов появилась и начали вот так вот работать. Сразу же остановились и сказали, фигня получилась. Почему? Потому что пришли к чистым, идеологически это чистые функции, хоть они и в классы завернуты, неважно. Пришли к чистым, от них ушли. То есть, теперь функции не чистые, там куча в них находится сайд-эффектов. Вот, контекст появился. Мало того, что это просто не очень хорошая тема, кто работает с трейдингом, знает, как можно его потерять, этот контекст. Так еще и люди забывали его в тестах и везде писать этот контекст, вернее, создавать, и все падало. И увидели, что в целом код стало сложнее поддерживать. Собрались тогда, поговорили и решили, вот что сделать. Решили, что обязательно должна быть некая сущность, некая вещь более высокого порядка, которая будет управлять потоком выполнения конвейера ML-модели. Вот. Соответственно, это как пастуха. И вот процессор это как овечка, это как пастух должен быть. Тогда мы решили, что больше всего здесь уместно слово «графовый движок», то есть штука, которая будет отвечать за выполнение всего вот этого хозяйства. Вот. Нам не нужно ничего менять на этой картинке. Это и так направленный ацикличный граф по своей сути. Назовем просто процессор узлами в терминах, в дальнейшем будем называть, да? А ребрами назовем вот эти вот связи. Это направленный ацикличный граф. И все, что нам осталось, это преобразовать вот этот вот явный, слитный, связанный код к другому виду, да? То есть нам нужно описать связи каким-то образом, нам нужно построить граф, построить план его выполнения и запустить это все на выполнение. Значит, узлы у нас будут выполнять свою функцию, считать чего-то, а движок будет отвечать за выполнение. Вот так решили сделать. И посмотрели, что есть на рынке. Мы уже используем различные вариации графовых движков при обучении моделей. Airflow, Luigi. Мы также знаем про то, что анонсировали коллеги из Авито. Прекрасно знаем. Но у нас есть хитрый набор задач, который все-таки нас натолкнул на то, что мы должны сделать свою реализацию. И почему мы решили сделать свою реализацию, расскажу. Потому что наши ML-модели запускаются не только там на гигантском кластере, запускаются они не только в Кубере, там еще где-то. Они могут распространяться в качестве библиотечки. Они могут хоститься где-нибудь там, вовне банка, в различных ситуациях. И это должно быть что-то практически без зависимости. Дальше мы наши пайплайны в основном выполняем в оперативной памяти. Иногда они даже в веб-обработчиках выполняются зачастую. Нужно быстро выполнить и получить результат. Но при этом может выполняться сотня этих процессоров. У питона есть много замечательных возможностей, таких как Async.io, синтаксис для этого, таких как аннотации типов. Их тоже хотелось бы использовать активно. И нам в нашей работе нужны хитрые управляющие конструкции. Мы дальше к ним придем, я расскажу про эти управляющие конструкции. Стали задумываться, как вообще задать связи между процессорами для дальнейшего строительства графа. Рассмотрели вариант с предметно-ориентированным языком. Тогда бы это выглядело так. Мы объединяем процессоры при помощи каких-нибудь там операторов переопределенных. Кто знаком с Airflow, увидел подобную конструкцию. И скармливаем это некому контейнеру. То есть пайплайна, внутри него построенный граф. Эта штука будет преобразована к представлению графовому. Сейчас у нас Networks используется для этой цели. А можно вообще без него обойтись, сделать свой. И дальше остается просто выполнить пайплайн, передав туда input и получить выход. При помощи DSL строим, получаем граф, выполняем, получаем. Все. Не прижился этот подход. Именно почему не прижился? Потому что нужно держать все в голове, проходиться по вот этим вот узлам и собирать их. Это первое. Так. Вот. Это лень делать было. Второе. Тут на самом деле связь идет не просто от узла к узлу, а там есть еще кварги. То есть у функции может быть много входных данных, и нужно это тоже описывать. То есть вот эта конструкция упрощенная, она будет более масштабной, скажем так. На уровне кваргов будет связывание осуществляться. Поэтому мы решили подсмотреть, как это сделано в разных фреймворках, и создали вот такой вот небольшой фреймворк, позволяющий внедрять зависимости при помощи меток. То есть мы берем код процессоров, не меняем его практически никак. Вот он как остается, так он и остается. Единственное, что аннотацию типов меняем. То есть здесь ставим специальную метку внедрения зависимости, и делаем указание на зависимость. То есть от чего зависит этот процессор. То есть при его вычислении, для того, чтобы получить вот это, нужно выполнить вот это. И таким вот образом, не глядя на весь граф, ничего не переваривая в голове, просто задаем для каждого процессора зависимость, вот глядя только на его код. Вот. Значит, здесь это первый процессор в графе, от него зависят вот эти, а от них зависит ML-моделька. Вот. И затем передаем это билдеру специальному, то есть точно так же pipeline, как контейнер. И передаем билдеру первую ноду, первый узел, и последний узел передаем контейнеру. Наверное, вам не видно, да. Так. И последний узел передаем. Например, передали вот этот, этот, и граф собрался. Вот. Путем обхода вот этих зависимостей. Ну и затем мы его запускаем. Что следует отметить? Здесь мы утилизируем возможность питона, вот, типизации. То есть статические тайп-чекеры, они будут работать, потому что для тайп-чекеров метка inject, она невидимая. Мы вытряхиваем результат ноды и используем это в типизации. На самом деле, это небольшой хак, на самом деле, небольшая обманка, потому что на самом деле inject возвращает специальную метку, но для тайп-чекера это будет как будто бы прокидывание типа результата зависимости. Соответственно, мы вот возьмем какой-нибудь модуль, например, который берет данные из EGRU, вот, для расчета какой-нибудь фичи, и мы можем увидеть, что это DataFrame пришел на вход, потому что он будет вот отсюда распознан, скажем так, движком. Ну не движком, а меткой, этой оберткой. Значит, что движок делает на первом этапе? Он обходит питонячие зависимости. Я немножко сейчас расскажу, как под капотом он устроен. Он обходит питонячие зависимости и строит графовое представление. Это тоже делается довольно просто, ничего там сложного нету. Берем алгоритм поиска в ширину и обходим, что принципиально важно, справа налево, а не слева направо. От зависимого к зависимостям. Вот здесь можно посмотреть, как это примерно работает. Вот если мы любой процессор возьмем, если мы остановимся в дебаггере, к примеру, прямо на этапе импорта модуля, то мы всегда через магическую переменную аннотейшн сможем получить эти аннотации. И вот здесь вот input марки. И сразу видно, от чего зависит этот модуль. И алгоритм, он обходит как раз этот граф справа налево и строит графовое представление за счет обхода итерации вот по этим штукам. Дальше встает вопрос, как, когда мы уже составили графовое представление, мы знаем, в какой ноде у нас какой процессор лежит, как его выполнить. Вот самый первый, самый простой планировщик, вообще ничего делать не надо, достаточно сделать topological sort, алгоритм, который в Networks есть. Соответственно, ударяем по этому графу ногой, он расплющивается, и получается, что процессоры встают в правильном порядке от зависимости к зависимым. Вот. Это простейший планировщик, topological sort. Дальше небольшое отступление. Движок, когда он выполняет эти процессоры, он может видеть, что функция асинхронная, что метод асинхронный, и это открывает определенные творческие просторы. То есть мы на этапе проектирования и написания этих процессоров мы не должны париться по поводу того, как это будет потом выполняться, как для него аллоцировать event loop и так далее. Это все на откуп движку пойдет. И вот минимальная реализация движка, построенная буквально на тех трех-четырех принципах, которые я описал, она уже сняла ряд проблем. То есть мы пишем процессоры легко и просто, это чистая функция, за исключением data source, в которой содержатся сайд-эффекты. Получаем вход, отдаем выход, а контроль над контекстом выполнения, все, что связано в будущем с потенциальным распараллеливанием, сасинка.io, это ложится на плечи движка. И мы получаем визуализацию из коробки, потому что Networks, он имеет методы для того, чтобы выгрузить во что угодно, хоть в GraphML, хоть в JSON. Вот, например, тут будет видно, что сразу вызвав метод toGraphML, можно получить специальный файлик GraphML, подгрузить его в любой редактор, YED, например, раскрасить и пообщаться, например, с продуктами, пообщаться с DS-ами, как устроен граф. Это одна из самых простых моделек наших. Теперь такая проблемка возникла. У нас многие модели, они имеют управляющие конструкции, то есть есть ветвление. Самый простой пример, который нам сходу был нужен, это оператор SwitchCase. Вот модель для расчета кредитного риска. В какой-то момент мы должны принять решение, какую заранее обученную ML-модельку выбрать. А если это индивидуальный предприниматель, то вот эта нужна. У нее свои зависимости могут быть. Если это юрлицо, то вот это. И должен быть реализован оператор условного выбора SwitchCase. На уровне декларации, на уровне определения он работает так. То есть создаем специальную конструкцию SwitchCase, называем ее как-то, смотрим, что является зависимостью для принятия решения. Вот оно. То есть решение мы принимаем на основании вот этого процессора, который, например, отдает тип юрлицо или ИП. И мы берем и описываем ветки, кейсы. Сейчас их тут две, но их может быть сколько угодно. И также на очередной процессор подаем, вот на этот данный случай, подаем вот эту вот метку, что вход это SwitchCase оператор. Немножко расскажу вам про реализацию SwitchCase. Все очень просто. Выполняем граф ровно до оператора Switch, вернее как, до оператора принятия решения, до стейтмента, и подаем на вход оператору Switch. Становится понятно, какую ветку активировать. Эта ветка выполняется, остальная часть графа остается невостребованной. То есть мы ничего не считаем. На более сложном случае тоже вам расскажу. Вот такой вот довольно разлапистый граф и еще и вложенные операторы SwitchCase. Тоже это будет работать, потому что на первом этапе мы с вами что делаем? Мы берем и отсекаем все связи, которые находятся в ветках, и ищем под граф вот этот вот. Вот этот под граф. Начинаем выполнение до оператора Switch. Выполняем зависимость, влияющую на принятие решения. Понимаем, какая ветка нам нужна. Дальше идем в эту сторону. Точно так же собираем под граф. Ищем пути до оператора Switch. Отсекаем его ветки. Понимаем, какое решение приняли. И выполняем выигравшую ветку. А затем выполняем весь граф до конца. Ну, в данном случае. А получаем результат. Эта часть остается невостребованной. Вот такая простая реализация. В чем ее особенность? В том, что никак не нужно указывать группы, никак не нужно указывать какие-то бренчи слева направо. Вот, просто достаточно здесь указать зависимость и указать веточки справа налево. То же самое. Вся идеология тут справа налево. А fallback, вторая конструкция, которая нами реализована и нам очень сильно нужна в работе. Вот, есть такой граф. И есть вероятность того, что какая-то жизненно важная нода, жизненно важный узел возьмет и упадет в процессе работы. Соответственно, его должен заменить другой. Например, не получилось забрать данные об арбитражах из одного источника. Есть альтернативный. Путь более дорогой, но зато более надежный. Вот. Зафейлилась первая нода. Движок это понял и выполнил вторую ноду. Тут можно заметить, что в группу fallback объединены две ноды, два узла. Но при этом источник ошибки левее по течению находится. Скажем так, левее по выполнению графа. Да. Мы к этому еще вернемся. А fallback точно так же определяется специальным оператором fallback. И здесь указываем приоритизацию, какой модуль первый будет пытаться выполнить, а второй, третий. Да. Мы видим, что зависимость является источником ошибки, а не та нода, которая находится в fallback. И поэтому нам нужен алгоритм распространения ошибки, чтобы не падать, если рейс произойдет в какой-то зависимости, а протаскивать ошибку слева направо. И вот тут мы поняли, что у нас небольшое голодание, нам не хватает одного типа данных. Нам не хватает вот такого вот типа данных. То есть хочется не рейзить ошибку, а возвращать иногда из узлов вот такой тип try. Вот. Результат заворачивать в success. Это, кстати, освещалось в предыдущем докладе, примерно такая вещь. Вот. А ошибку заворачивать в failure. Хотели реализовать, но получилось, как всегда. Сделали по упрощенной схеме. Либо возвращаем какой-то результат, либо exception. И движок проверяет на isInstance для своих там целей, но тем не менее мы протаскиваем слева направо ошибку. А в узлах мы перехватываем ошибку, соответственно. Вот возвращаемый тип виден. Этот узел может вернуть либо data frame, либо request exception. Перехватываем ошибку и просто возвращаем ее. Вот это можно обмазать в синтаксический сахар, чтобы не писать каждый раз. Был добавлен механизм событий. Помните, в докладе Натальи был разговор о метриках. Так вот, метрики нам тоже очень сильно нужны. Но тем не менее, событие это более обобщенный механизм. Он позволяет расширять движок вообще в целом. Неважно, для цели метрик или еще для чего-то. Движок отвечает за выполнение узлов, за выполнение всего графа. Поэтому он прекрасно знает, когда начинается выполнение, когда каждый узел начинает выполняться, заканчивает выполняться. И когда заканчивает выполняться весь пайплайн. И события жизненного цикла. Старт, старт, комплит, комплит. Для того, чтобы события эти обрабатывать, есть концепция middleware. Мы ее назвали, то есть промежуточного программного обеспечения, промежуточных модулей. Мы назвали эту штуку event manager, обработчик событий. Пишется такой класс, назначаются хуки, обработчики событий. И класс передается на вход пайплайна, то есть контейнера, где живет граф, и вся эта история объявляется. Можно сколько угодно обработчиков событий написать и сюда их подсунуть. И в них будут эти события жизненного цикла выполняться. Вот, например, берем обработчик событий жизненного цикла на Redis, кидаем в Redis каналы данные и вылавливаем на фронте через WebSocket, подаем затем. Вот видно, что вот эта вот моделька, одна из наших ML-моделек, вот, видно, как она выполняется. Вот здесь фейл произошел, фоллбэк подхватил, помог. Вот, дальше выполняется, дальше. Вот, и, да, и в итоге весь граф выполнился за счет сработки условных операторов. Те части, которые проиграли, скажем так, те ветки, которые не были выбраны, они отсохли, они больше не нужны, но и результат получен. Вот здесь фоллбэки сработали и все заменилось замещающими модулями. Локально запускал специально, чтобы вызвать эти фейлы. За счет событий создаем механизм метрик, то есть пишем, какой узел, когда начал выполняться, когда закончил выполняться, ошибки записываем. Например, в Postgres можно, можно куда угодно, можно в очередь даже пускать, там дальше обрабатывать в системе мониторинга. Строим бизнес-метрики на основе этого, знаем время выполнения, знаем, кто к каким обращался пайплайном, запрашивал пайплайны, знаем, соответственно, об ошибках. И в Kibano, в ELK пробрасываем всю эту информацию в логи, включая специальную мета-информацию, которая может быть полезна для расследования багов. Вот, например, откуда запрос пришел, кто юзер ID, реквест ID и так далее. Все это из Kibano легко вылавливается. Тут главное, это идентификатор пайплайна, то есть это, по сути, ID конвейера. Для каждого выполнения конвейера, даже если это полный рестарт, он свой будет. Немножко об обмене данными поговорим между узлами с вами. Если узел А зависимый, зависимость от него зависят узлы B и C, то когда узел А отработает, где-то нужно данные сохранить. Мы сильно не переживали по этому поводу и сделали так. Запиклить и сохранить в оперативной памяти в in-memory кэше. Затем сделать Unpickle в нужный момент, когда будут выполняться вот эти узлы, и преобразовать к исходным данным. Это я мог бы не писать, и так понятно, что, конечно, делал ускорение расчетов. А вот еще, что важно, обеспечить изоляцию. В ML очень часто бывает, что когда, ну, например, ошибка была пропущена на код-ревью, и из-за этого происходит мутация данных в каком-нибудь последующем узле. Надо как-то от этого обезопаситься. Мы долго не раздумывали, пикл просто используем. Он обеспечит, скажем так, гальваническую развязку, если на языке физики, между входами и выходами. И еще одну сущность добавили. Ну, не сущность, а еще один обработчик — это хранилище артефактов. Когда узел отрабатывает, то специальный модуль, специальный класс отвечает за то, чтобы сохранить его результаты куда-то. Как раз это нам позже понадобится, объясню, зачем. Мы используем S3 для этих целей, пока это синхронно все пишется, и работает совместно с кэшем. Изначальная идея была, что только в S3 будем писать, и каждый последующий узел будет оттуда вычитывать. Но это накладные расходы, нам нужно выполнять пайплайны быстро. Поэтому комбинация in-memory кэша и артефакт хранилища используется. Ну, хранить можно где угодно. На файловой системе для целей отладки в S3 и в базе данных. Но не рекомендуем. На основе артефактов, концепции артефактов, был создан простой тестовый фреймворк. Можно скачать эти артефакты в виде пеклов с одной из сред, например, подсунуть их в качестве заглушек, отрезать тем самым сайд-эффекты и протестировать весь граф. Либо протестировать под граф. Можно спокойно прозванивать, спокойно выбирать входы и выходы, он будет динамически конструироваться. Вот здесь видно, как тест-кейс построен. Вот слева в файловую систему загружен слепок артефактов с продакшена, допустим. Ну, или не с продакшена, лучше даже, а состоящий с продакшена, не надо ничего, никуда сохранять. И выполняются тест-кейсы, соответственно, на основе артефактов. Они довольно легко пишутся за счет этого. Вот такая простая реализация, она у нас прижилась. Даже с планировщиком, который работает без распараллеливания. Что мы получили? Понимаем друг друга в команде, прежде всего. Это даже с движком не связано. Это связано с договоренностью об интерфейсах, вернее, о протоколах. Начали понимать друг друга в команде. Прозрачность. Здесь имеется в виду не только метрики, не только то, что легко все можно достать, а еще и возможность визуализации. Тестирование стало эффективным. Написали pipeline, удостоверили, что моделька работает так же, как DS, и ее задумали в лаборатории. И все, и путь. Воспроизводимость. Тоже на проде произошел баг. Скачали артефакты до того момента, пока граф не упал и все не развалилось. И воспроизвели этот баг в точности локально. Данные больше не теряем. За счет артефактов как раз у нас данные для ретро-теста теперь сохраняются. Возможность масштабирования. Интересная тема. Я думаю, что есть, скорее всего, у вас вопросы, а как это масштабировать. Есть графы, которые работают на кластерах, есть много чего. Мы затачивали эту штуку для того, чтобы быстро отработать в оперативной памяти, отдать результат, отвечая на веб-запрос. Но, тем не менее, возможность масштабирования есть, потому что мы развязались. Процессор отдельно, движок отдельно. И команда, ее экспертиза, она растет. Экспертиза команды, то есть есть желание чего-то придумывать, чего-то улучшать. Тоже это окупилось, можно сказать. Это вложение времени. Таким образом, движок у нас на продакшене, мы его используем активно очень. И появился новый класс задачи. И под него мы сейчас делаем следующую итерацию по доработке. Параллельный планировщик, он уже появился. Начали его тестировать и активно использовать. Это первое. Начали думать о том, чтобы расставлять теги для узлов. Это может быть удобно, потому что узлы не содержат никакой бизнес-логики, ни повторы, ни обработка ошибок, но они могут содержать теги. Затем при сборке конвейера и при его запуске мы можем ориентироваться на эти теги и подстраивать политики выполнения. Например, вот здесь дальше будет. Симафор сделать. Если у нас какие-то узлы в графе не должны выполняться более чем в пять ручьев. Например, чтобы не задедосить какой-нибудь сервис. Группа fork join. Они же иногда называются аккорды, они же там еще как-нибудь называются. Динамически конструируем под граф. Например, на выходе массива. На каждый элемент массива нужно сделать свой узел и потом параллельно их выполнить. Тоже появилась потребность, сейчас это делаем. И еще, хоть он и был изначально направленный ацикличный граф, но тем не менее, сейчас у нас есть специальная управляющая конструкция для рекурсии. И интересная потребность возникла. Тоже над ней сейчас работаем. Специально хочу вам пояснить на этом рисунке. Мы выполнили граф. И, допустим, где-то здесь есть хитрые модельки. Допустим, покупные модельки или модельки chat GPT или stability. У них есть одно интересное свойство. Им может prompt не понравиться. То есть текстовый ввод им может не понравиться. Они могут взять и отдать ошибку, что safety filter сработал. И прикол в том, что для того, чтобы повторно запустить это, нужно изменения внести где-нибудь здесь, на этапе генерации promptа до его обработки. Поэтому думаем, как сделать, какие мысли есть. Сделать еще одну сущность, которая будет отвечать за поколение. Первое поколение нам не понравилось, оно зафейлилось. Мы берем и при помощи специальной конструкции делаем замену данных в определенных узлах. Мы знаем, в каких. Например, они за генерацию текстового промпта отвечают. И тем самым происходит инвалидация всех зависимостей. Инвалидация кэша происходит. И граф выполняется заново с перегенерацией, например, исходных данных. И результат нас устраивает. Он не упал с ошибкой, и все получилось. Вот. А такая штука тоже у нас может появиться, пока ее еще не сделали. Какие выводы я для себя сделал, и какие выводы команда сделала, сейчас вам расскажу. Граф, как язык общения, очень себя зарекомендовал. Вот новые DS, которые приходят в команду, они начинают рисовать сразу схемы. И мы общаемся при помощи этих схем. Рассматриваем их, и граф стал языком общения внутри команды. То есть это точка соприкосновения. Примерно как свагер у бэков и фронтов, например, в фуллстек командах. Дальше. Вот это, как ни странно, внесение структуры в код заняло 90-95% временных затрат, когда еще не было никакого графа выдвижка. А оставшиеся 5-10% это написание самого выдвижка, который, в общем-то, очень простой. Но, тем не менее, получив структуру, мы сделали долговременную инвестицию. Даже если вдруг сейчас станет понятно, что все пустое, что есть другие движки, что нужно на них перескакивать, замечательно, мы все равно не потеряем вот эту ценность, которую мы достигли. Наш код уже хорошо структурирован. Там нету спагетти, который я вам обещал, потому что мы все разбили на процессоры, все классно декомпозировали. И еще сделал для себя, в который раз сделал для себя вывод, что если мы нуждаемся в каком-то инструменте, примерно как вот топ-барберы или кулинары нуждаются в своих определенных инструментах, то почему бы не сделать инструмент, подходящий под свои задачи, даже несмотря на то, что это может уже быть напилено в изобилие. Так, что еще? Я закончил, спасибо вам большое за внимание. По поводу выкладывания исходного кода, у нас стоит цель в точке выложить его в течение полугода, но мы в команде посовещались и решили не доводить ничего до кулинарной готовности, а выложить в самое ближайшее время на нашем репозитории. Как только выложим, я дам коммуникацию в чатик. Все, закончил. Большое вам спасибо. Что ж, есть ли у нас вопросы? Например, где же наши спагетти, которого не оказалось? У меня скорее наброс. Я просто... Спасибо за рассказ. Я сижу, слушаю, у меня адские флешбеки на MLflow, что там есть пайплайны, есть связанные стадии, да, там оно типа пока экспериментальное, но оно в принципе работает, есть артефакты, интеграция с S3, то есть, короче, почти все, что ты рассказал, вот оно, мне кажется, в каком-то виде там есть. Вот вы на него смотрели, вы принципиально его игнорировали, или как вообще, или, может, я неправильно пролей провожу? Классный вопрос, спасибо. Мы не просто на него смотрели, у нас есть... У нас же несколько ячеек ML, у нас есть соседние команды, которые занимаются внедрением и принимают MLflow. Поэтому мы на него смотрели, безусловно. Но скорость внесения изменений у нас довольно большая, и скорость постановки экспериментов. Например, вот эти новые управляющие конструкции, которые нам нужны, они у нас появляются с завидным постоянством. И второе, на самом деле, нам такой... Как методология, хорошо. Как большой такой монстр, он нам не нужен, потому что нам нужен микрофреймворк, в первую очередь, был. Это вторая причина. Ну и третье, наконец, еще раз хотел подсветить, что основная работа связана с тем, чтобы изменить образ мысли и научиться мыслить этими графами. А конкретная реализация, она уже, пожалуй, потеряла какой-то сакральный смысл. Она легко очень пишется и работает сразу же. Мало чего нужно делать. Поэтому мы не парились. Нормально. Спасибо. Привет. Привет. Уточнить хотел. Деплоится все единым куском? То есть, не вот эти вот бобушки зеленые все вместе деплоятся друг к другу? Это сидит обычно в кодовой базе сервисов? Где-нибудь в... Просто все целиком. Новое загружается. И сразу вдогонку... Оно на одной тачке, да? Нет. Сейчас скажу. Насколько оно, да, размазано по разным тачкам? Оно размазано в плане того, что, например, если у нас есть веб-сервер, то его копии размазаны по кластеру Кубера. Но пайплайн выполняется в оперативной памяти, например, в контексте одного обработчика запроса или в контексте одной фоновой задачи, допустим, на одной тачке. Ну, то есть, данные с тачки никуда не уходят? Нет, нет. Нет, это микрофреймворк, в том-то и фишка, что он... Да, он микро. Есть ли еще у нас вопросы? Да, вот есть рука. Да, привет. Ты меня не знаешь, мы с тобой не работаем в одной компании, конечно же. Очень прикольная идея с пайплайн вот этим всем. Я вообще сейчас делаю все как раз в сервисе консюмера. Я там, в общем, взял такую же идею, посмотрел, правда, у строк-лога, а не у всяких имейчных, потому что я в бакэнере, я джессоны перекладываю. Вот. И я увидел у тебя вот эту штуку с инжектом. Ну, естественно, это все пошло от фастапи, как бы, да, понятно. Но не думаешь ли ты, что это уже тоже некоторый такой пережиток прошлого? Объясню, что я имею в виду. То есть, когда фастапи вышел, это было прикольно. То есть, как-то приучили питанистов к диаю. Может быть, пора пойти дальше и использовать нормальный диай, контейнерный. Может быть, пора указывать уже это через классы. Просто как раз мне понравилось, что ты сделал это как классы, и там уже метод, который обрабатывает, а не просто функция сама по себе, да? И вот что вы инжектите? То есть, это input, который каждый раз разный, или это что-то, что можно передать конструктор класса, и тогда эту зависимость можно было бы там и указать? Просто тогда получается, что ты можешь и от инжекта этого избавиться, и прокидывание диая вынести вообще еще куда-то дальше, у тебя будет еще чище этот обработчик. Он будет как бы с меньшим количеством зависимостей. Большое спасибо за вопрос. Без сочувствия далеко придется. Да. Большое спасибо за вопрос. Это, кстати, подсмотрено было не только в FastApp, а еще в Angular, на удивление. У них тоже такая удобная штучка есть. У нас, по сути, контейнером для диай в каком-то смысле выступает сущность pipeline, сам движок, сам контейнер в каком-то смысле. И команде вот этот подход, он оказался очень удобен на удивление. То есть здесь мы просто указываем зависимый процессор, а движок на стадии выполнения вот этого процессора берет его output и подает сюда тем или иным образом. И мы к этому пришли эмпирически, пробовали разные подходы, просто команде это нравится, потому что не нужно никуда смотреть, указывает зависимость и все. Граф собирается статически, он находится в некой глобальной области видимости, это все уже собрано, и при выполнении как раз срабатывает планировщик и контекст выполнения. Не, вот это я как раз понял, я скорее всего про то, что про интерфейс. То есть у тебя сейчас это как бы инжекты, да? Да. А не было идеи или желания уйти, убрать вообще нафиг эти инжекты, то есть может быть сделать чуть более строгий интерфейс по типу, вот тут конкретно импут в такой-то позиции по аргументам или конкретно с таким-то именем. Вот, и если там, допустим, зависимость, вот, допустим, вижу там дата-сорс, это вот что, это какой-то импут, который каждый раз разный при вызове, или это что-то, что на стартапе можно один раз принципиализировать, как, допустим, там, не знаю, хранилище из 3 или что-то такое, да? Ну, понимаешь, там, коннекты или еще что-то. Я понял. И засунут через конструктор. Сейчас скажу, движок делает инстанциирование этого класса, рождает объект, и с ним уже работает. И у нас пока нету классов, которые бы конфигурировались как-то иначе, кроме как через файл конфига. Но если такая необходимость будет, то можно сделать еще, использовать паттерн фабрики. То есть, движок увидит, ну, когда он дойдет до выполнения вот этого, этой зависимости, он увидит этот класс, он так или иначе увидит ссылку на фабрику создания инстанца этого класса. Допустим, это будет функция или специальный метод, выполнит ее, получит инстанц, и его уже сохранит, и будет, да, и выполнит его. Вот мы только об этом думали, а о других паттернах мы пока еще не думали, но если ты нам тут поможешь, то будет супер. Ну, помощь это, не знаю, вряд ли можно назвать, но идеи, да, там как-то накинуть можно. Думали об этом, пока просто нету надобности. Да, у нас уже заканчивается время на вопросы. У меня есть вопрос к шпикеру. Василий, напомни-ка нам, что должны не забыть сделать зрители после твоего доклада? Поесть, да. Нет? Они должны не забыть покушать, поставить оценку и похлопать, конечно же.